Татьяна Николаевна, сейчас идет речь о создании Евразийского союза, и союзное государство как бы отходит на второй план. Но тем не менее вы рветесь заниматься именно союзным строительством. Почему? Союзное государство более широкая интеграционная система, чем таможенный союз и выросший на ее основе ЕП. Единоэкономическое пространство, которое до юра создано 17 соглашениями, вступившими в действие с 1 января этого года. Но это чисто экономическая тема, которая предполагает 4 экономических свободы. Это свобода движения товара, свобода движения услуг, свобода движения капитала и свобода движения рабочей силы. И все это в сфере, конечно, экономики. А союзное государство более широкая интеграционная система, которая предполагает военно-военно-техническое сотрудничество, сотрудничество в области борьбы с преступностью и другими правоохранительными, и по другим правоохранительным направлениям. Это взаимодействие в сфере МЧС и экологической безопасности. Это, наконец, культурное сотрудничество с его знаменитым Витебским фестивалем, «Славянский базар» и со многими другими программами. Это военно-патриотическая тема и юношества, и детских лагерей. И сегодня эти две интеграционные системы идут в параллель. Надеюсь, что они когда-то сойдутся, и наднациональные органы, которые планируются создать на экономической основе, вот сейчас уже складывается принципиально новая интеграционная система с едиными органами, с властными полномочиями. Евразийская экономическая комиссия уже обладает какими-то полномочиями. Скажите, а в российском законодательстве разве это прописано? Нет пока, но нас выручает Конституция Российской Федерации, где статья 15, часть 4 говорит о том, что если международные договоры Российской Федерации противоречат национальному законодательству, то действуют международные договоры Российской Федерации. Поэтому в данном случае мы пользуемся теми 17 соглашениями, которые определили статус комиссии, порядок формирования, ее структуру, социальные льготы тех, кто по квоте приходят туда работать. Достаточно хорошо проработанные международные документы, хотя это не освобождает национальное законодательство ввести изменения и гармонично имплементировать международные нормы в законодательство России, Белоруссии и Казахстана. Субтитры создавал DimaTorzok